Все подряд, вся такая трепедень, что красивейшая гора роза. Лук, морковка, сельдерей. И поехали. Я немножко украсила, потому что она сильная, длиннющая эта верхушка. Края, большой пакет шарфы и шапки. Блин, ну хоть такая шапка. Ой, надо ухо открывать, чтобы себя слышать. Доброе утро, мои хорошие. Всем огромный пламя. Итальянский чао. А, жалко, плохо там не видно. Сзади вообще нет тумана никакого. Только что отвезла Никиту. И сейчас будете смотреть. Вот я буду въезжать на шарисовые поля, и там уже начнется что. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в принципе, когда у нас туман с утра, это значит, должно быть солнце днем. Так что я, в принципе, не против внутреннего тумана. Пусть даже плохо видно. Все, я приехала на работу. И как-то недавно показывала разделение мусора, как в Италии разделяют мусор. И мне один подписчик написал, что хорошего в том, что они приезжают несколько раз за разным мусором. Но дело в том, что я хочу сказать, что они же не приезжают по несколько раз на день. Один день они забирают только один вид мусора. И они не едут только в один дом. Они по всем улицам забирают один и тот же мусор. И везут именно туда, куда надо. Вот это вот плюс. Вот смотрите, вот это, ну, рекуперабель, это значит, все подряд. Вся какая-то, вся такая трепедень, что не надо, в общем, ни к силу, ни к городу, как я говорила, ни карта, ни пластика. Вот уже полная, а завтра как раз будут забирать. Видите, на колесиках я везу, за калитку поставлю, за калитку поставлю, вот туда вот. И все, завтра придут и заберут. И хорошо, что у моей сеньоры и подруги моей есть вот такая вот типа летняя кухня, гаража, вот где вот стоит стиральная машинка, там, видите, мойка. Не знаю, что там можно мыть, я там никогда не пользуюсь ничем. Вот, и здесь же можно сразу сушить вещи. Вот, дверь закрытая постоянно, здесь достаточно тепло, батареи, конечно, нет, но достаточно тепло. И вещи высыхают нормально, не сырые. Так, я уже дома, свои 4 часа отработала. Смотрите, это у меня после вчерашнего осталось. Я всегда, когда мою посуду, я вот именно вот такой вот хрусталь, ну, не знаю, хрусталь, не хрусталь, но это богема, в принципе. Я никогда в посудочной машине не мою, а мою вручную и слаживаю, видите, на салфетку. И вот они получаются, эти какие, вот, чистенькие прямо. И теперь можно складывать снова в шкаф. Уже все подсохли. Хорошо. Сейчас покушаю. У нас крабовый салат остался вот там внизу. Сейчас я еще что-то придумаю. А вот что я придумала. Я поджарила вот котлету. Это такая куриная индюшина, котлетина в панировочном сухаре. Ну и все. Вот мой обед. И с салатиком крабовым сейчас немножко пообедаю. Голодные. Вот какой у нас с утра сегодня туман стоял, что не то, что города не было видно. Даже соседние улицы. И сейчас у нас все рассеялось наконец-то. Солнечная погода. Альпы. Красивейшие. Гора Роза. И сколько там много снега, как обычно. Я всегда любуюсь снегом. Хоть издалека, но можно полюбоваться, елки-павки. Так. Две горы. Вернее, одна гора, один тазик. Вот это сухое белье я только что сняла. А это мокрое белье. Надо развесить. Эта кофта, что у меня Ленусик ей вчера забыла. Представляете? Лена Ника. Хорошо провели время. Отлично вообще. Повеселились, посидели душевно. С двух до шести часов. Четыре часа вполне хватило. Для, как говорится, для эмоций. Ладно, за работу. Так, все. Бокалы и рюмки разложила. И обратите внимание. Я обратила внимание. Смотрите, какая разница. Вот это я помыла. И какой этот мутный. Наверное, их надо все перемыть. Вроде как чистый. Да? Ну, все равно, такое ощущение, как будто, не знаю, по сравнению с этим, конечно, все-таки я мою лучшую, наверное. Или он действительно немножко чуть-чуть запыленный. Хотя, да, наверное, точно запыленный. Вот. Надо все перемыть. Все, все. Розочка тоже надо помыть. Ну, кстати, покажу немножко на шкаф. Вот этими бокалами мы вчера пользовались. Здесь у нас такие штучки от Сваровские. Но это не я покупала. Я у Сваровских такие штучки не буду покупать никогда. Конечно, красивое. Но можно, как говорится, и простое стекло купить. Тоже красивое. В общем, платить такие деньги. У нас тут тоже напоры всякие. Целый набор такой внизу большой. Вот это мне моя Светланка, двоюродная сестричка, подарила, когда в гости приезжала. Такие два слоника для соль и перец. Вот такой вот шкаф. Наши глювки висят, как видите. Внизу не буду показывать, что там есть. У меня тоже всякое там наборы. Кофейные, в основном кофейные наборы. Там большая кастрюля какая-то лежит. Так, а я тут что готовлю? У меня тут елка будет стоять уже. Может быть, даже сегодня. Так, лук, морковка, сельдерей. И поехали. Казалось бы, такое солнце на улице. Прям весна. И какая нафиг новогодняя елка. А вот так вот. Итальянцы уже многие и огни на балконах повесили, и елки даже стоят. Я видела в балконах таких дверях. Вот как у нас прямо елка стоит. И вот тоже у нас на этом же месте будет елка стоять. А что я? Я тоже хочу. Тоже хочу, чтобы в доме тоже сказка уже новогодняя появилась. Субтитры подогнал «Симон»! 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 нельзя сделать главное ухаживать надо за ухом беречь его очень я приехал сюда в италию иначе началось меняет проблему мы пошли в аптеку сказали вот мою проблему не дали капли мне продали мне одни капли не сильно дорого стоит их можно без без рецепта покупать первый раз как только я пока пола сразу меня прошло представляете мне не хватило одного раза вообще у меня сразу как будто закрылась все нормально все было сухо всегда все было нормально десять лет прошло и вот вчера я только почувствовала почувствовала там мокро что такое когда у нас были гости еще когда у нас была линуся с габриэлем в гостях я почувствовала в ухе мокро и действительно у меня снова началась эта проблема есть я вчера вечером почистила засунула туда ватку и сегодня с утра с ваткой в ухе если вам видно там торчит и теперь мне надо будет снова беречь ухо и не знаю что с ним а я эти капли свои они уже срок годности прошли я их отдала свекрови потому что у нее тоже проблемы с ухом и но я не помню как они называются надо будет пойти к свекрови потому что она те же самые купила рима ей купил те же самые капли которые были у меня и надо когда я пойду к свекрови посмотрю как они называются пойду в аптеку снова покупать эти капли елки-палки а я искала почему шапку легкую чтобы по утрам ее одевать хотя бы как вот когда мы выходим рано утром такая сырость и холод и видать мне вроде как не холодно но видать все равно дало это вот это вот туман и эти сырость дало мне это снова снова надо капа пока подьбуха и пока легкой шапки я не нашла буду одевать хотя бы эту по утрам есть еще черненькая типа такой но именно такого качества в общем теплая ну что буду одевать теплую пока шапку и вот другая шапка типа такой же белый вот такая но хотя это даже полегче может быть скорее всего я эту белую эту черную то есть буду одевать по утрам потому что все равно я утром хожу в своей черной куртке теплой черных ботиночках так что и шапка пусть будет черный хожу на работу по утрам а напишите какая вам кстати больше понравилась белая шапка или черная все мои хорошие заканчивая на этом свой видеоблог елку не доставила не доукрасил ну это уже завтра точно будет точно придет как это сделает ее закрепит и завтра мы уже увидим ее красивым все мои хорошие до завтра всего вам хорошего